В ночь с 18 на 19 января православные ульяновцы отметят один из самых важных религиозных праздников – Крещение Господне. В эту ночь большинство верующих будут проходить обряд омовения в открытых водоемах. Дежурить на местах проведения крещенских обрядов будут и спасатели, и медики, и сотрудники полиции. Работа найдется всем. Что касается безопасности, у нас будет запланировано 80 мест для купания, в том числе 61 место на открытом водоеме. Для безопасности будут задействованы более 650 человек, это личный состав, это из числа спасателей, и порядка 115 единиц техники. Погода обещает быть лояльной к празднующим. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, не будет ниже минус 5 градусов. Толщина льда при этом не пострадает. Пониженный температурный режим, частые осадки 3 декабря и 1 декабря способствовали интенсивному нарастанию льда на малых реках области и Куйбышевском водохранилище. По состоянию на 15 января этого года толщина ледяного покрова в районе гидропостов составила река Сура 33 см, Сызрань 40 см, Барыш 32 см, Большой Черемшан 30 см, Свияга 28 см, Сельдь 18 см с промоенной. Это в пределах средних многолетних значений. В прошлом году на этот период толщина льда была меньше. Толщина ледового покрова, в общем-то, не внушает у нас каких-то опасений с точки зрения проведения этих всех обрядов. Благоприятные. И погодные условия несложные. То есть только на реке Сельдь, если посмотреть. Да. Купающимся следует помнить, что в ночь с 18 на 19 христианский праздник, а не повод для пьяного купания в ледяной воде. После него нужно сразу же одеться в сухую одежду и выпить горячего чая. С такими рекомендациями спасателей согласны и священники. Купание, по их словам, не способ проявить лихость натуры, а действие, наполненное религиозным смыслом. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.